Политическая система Украины находится сегодня в глубоком кризисе, Киев боится полноценного гражданского диалога, считает глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Очевидно, что политическая система Украины находится сегодня в глубоком кризисе и первопричина этого – антиконституционный государственный переворот в феврале 2014 года, сказал он РИА Новости, комментируя события в Киеве. Сенатор отметил, что предложенные сейчас поправки в Конституцию не только не приближают общенациональный консенсус, но только провоцируют противоречия и силовые методы их разрешения. Конституционная реформа, построенная на широком общественном обсуждении, с участием всех политических сил и регионов, с участием ДНР и ЛНР, реформа, которая будет результатом широкого общегражданского диалога – вот важнейшая задача сегодняшнего дня на Украине. Такая реформа соответствовала бы и духу и букве Минских соглашений и способствовала бы гражданскому согласию на Украине. «Но Киев предпочитает видимость реформ, так как боится полноценного гражданского диалога и не заинтересован в нем», – заявил Клишас. «В результате, – констатировал он, – можно видеть решение политических противоречий посредством массового насилия, которое к тому же ведет к человеческим жертвам, что стало отличительной чертой сегодняшней политической культуры в Киеве. «Насколько подобные массовые акции, которые выливаются в вооруженное противостояние соответствуют европейскому выбору, – решать, конечно, Киеву и его европейским друзьям», – добавил сенатор. Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в понедельник в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Принятие документа вызвало протесты со стороны трех фракций коалиции. После голосования у Рады произошли беспорядки. В результате противостояния три правоохранителя погибло, 141 человек пострадал. Глава МВД обвинил в происходящих беспорядках националистическую партию «Свобода».